Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня мы продолжаем проходить игру The Walking Dead The Final Season, эпизод 1. Но остановились мы на том, что Клементина и Айджей попали в аварию, убегая от ходячих. Давайте посмотрим, что будет дальше. Блин, надеюсь, с вами всё в порядке. В смысле, какие стрелы? Кто здесь? Кто вы? Кто это? Оставьте его! Нет, пожалуйста! Блин, в смысле, а кто это был? О, дядька, привет! Эй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Чтобы не было проблем с авторскими правами, заставку мне пришлось приглушить. Перебинтованная, смотри-ка. Где это мы? Пока ничего делать я не могу. Медикаменты. Эй, Джей! Эй, Джей! Так, в смысле, тебе приковали? Вот козлы. Так, головой мотать я могу. Давай попробуем оторвать скотч. Надеюсь, это будет... А, не так уж и проблематично. А что случилось? Кто это был? Что это за место? Клементина, у меня те же самые вопросы. И где твоя кепка? Так, мне дают поуправлять. Прекрасно. Давай осмотримся. На что это похоже? На комнату в гостиной? Или в гостинице? Давай-ка посмотрим на то, что рядом с тобой. Медикаменты. Ну тебя перепинтовали, это уже неплохо. Значит, они не такие уж плохие. Открыть выдвижной ящик. А это что? Фотоальбом. Какие-то три девочки. Это детская? Видимо, да. Пойдем посмотрим, что еще здесь есть. Но для детской тут достаточно много места. Взглянуть на блокнот. Опять? А нет, можно присмотреться. Б-Ф-Ф-С. Интересно, что это значит? Ладно, пока непонятно. Наверное, нас сейчас познакомят с ними. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. Пока ничего интересного не могу найти. Но, во-первых, она жива. А во-вторых, за ней поухаживали. От крючка. Ну, здесь ничего полезного. Пока что. А что там? Слушай, мне тоже интересно. Давай залезем. Осмотреть коробку? Конечно, осмотреть. Ну что ты? Не можешь подставить что-нибудь под ноги? Серьезно? Блин. Клементина, ты мне казалась довольно умной девочкой. Не тупи, давай что-нибудь подставь. Нет, все-таки не сможет. Ну и что, остается идти навстречу врагам? Или друзьям? Не знаю пока. А, вот, пододвинуть стул. А сама ты не догадалась, да? Все надо за тебя делать. Интересно, что там? Ну, осмотреть коробку. Блин, немножко неудобно. Сделали систему эту передвижений. Кто-то долбится там. Сгодится. Фигеть себе, шпатель. Ну, неплохо для обороны. Ладно, пойдем навстречу приключениям. Использовать шпатель. Ну, а теперь довольно аккуратно. Надо разобраться, где мы. И с кем. А потом искать ЭйДжея. А здесь довольно прикольно. Травка уже растет. Фак ю. Прикол. Открыть витрину. Фак ю. Она тоже заметила. Какие-то знаки. Смотри-ка. Это сатанинские какие-то знаки. Я сделаю рули сейчас. Нет больше рули. Фак, Эриксон. Эй, куда ты? Я же просто смотрю. Кто там, ребенок? Ты его не закали случаем. Он похож на ЭйДжея. Но это не ЭйДжей. И в нем что-то с головой. Обезоружить его, выйти из укрытия, стой, где стоишь. Давай-ка я... Давай обезоружим его. Брось нож, быстро. Может, сделаешь то же самое? С луком прикол. Мы не причиним вреда. Твой мальчик с нами, он в безопасности. Если хочешь увидеть его снова, бросай нож. Сейчас же. Ладно, уговорили. Я ни хрена не шучу. Отпусти его, или отпущу я. Увидишь, какой я хороший стрелок. Ладно, брось нож. Ради ЭйДжея стоит рискнуть. Ну, теперь я требую объяснений. Твой ход. Хорошо. Очень хорошо. Ну вот, все нормально. Слушай, если бы мы хотели тебя убить, уже бы это сделали. Учитывая обстоятельства, я закрою глаза на это маленькое противостояние. Но у тебя одна попытка. Теперь ты будешь вести себя прилично, чтобы я отвел тебя к мальчику. Фига там, молец весь обожженный. Потому что если ты впрямь хочешь драться... Ты, мягко говоря, в меньшинстве. Ладно, извини. Я не знала, где я был. А кто вы? Я хочу видеть мальчика, который был со мной. Могла бы просто попросить. Конечно, блин, в таком мире не просят. Прости, что тебя заберли, сказали, посвязали и все такое. Ты была не в лучшей форме, когда мы тебя нашли. Мы должны были подстраховаться. Ты же понимаешь, на всякий случай. Но сейчас ты в безопасности, как и твой друг. Я Марлон, а это Теннесси. Сокращенно Тенн. Это он о тебе заботился. Хотя он не особо разговорчив. Окей, я постараюсь запомнить. Клементайн. Пойдем. Пойдем. Пора тебе с ним увидеться. Эй, я еще не осмотрел здесь все. Блин, прости, пацан, я тебя напугал. Ну, это вынужденная мера безопасности. Офигеть, он весь обожженный. Интересно, они здесь вдвоем? Ух ты. Нифига вас там. Уже целых четверо. Кальянчик стоял. Должно быть, долго пришлось там выживать, да? Да. Мы много времени провели в дороге. Ну, думаю, ты можешь за себя постоять. Ребята нашего возраста не часто встречаются в глуши. Тебя это удивляет? Думаешь, я не могу постоять за себя? Не-не-не, ничего подобного, прости, я не так выразился. Честно говоря, я думаю, это круто. Еще один малец. Что ты бегаешь за мной? Смотри, еще кто-то. Это девчонка или кто это? Хорошо, что мы тогда вас нашли. Пришлось выходить, чтобы вытащить вас оттуда, да и ходячие уже подтягивались. Машина. Она совсем в хлам? Да. Но тут не стоит переводить. Нужно было спешить. Не знаю, что бы случилось, не заметь мы дым. Спасибо за помощь. Ты одна с этим пацаном? Видел я в жизни всякую жесть. Хватит пялиться. Ты не мог бы прекратить на меня пялиться? Пожалуйста. А че они не болтают? Не обрешай внимания. Да что с ним такое? Ты новенькая, у нас таких как ты не было вот уже... Да никогда не было. Что это за место? Думаю, ты уже поняла, что раньше это была школа. А теперь это то, что мы захотим. А кто у вас за главного? Ну, я, наверное, странно слышать, что за подростков отвечает подросток. Но мы вроде бы неплохо справляемся. У нас хорошие стены, хорошие укрепления, да и местоположения. Сюда почти никто не заходит. Мы создали идеальный лагерь, ребята здесь в безопасности, мы за этим следим. Вериться с трудом, на самом деле. Не верю, что вот долго протянет и все это развалится. Пока не развалилось. И мы даже умудрились спасти тебя и мальчика. Наверное, мы неплохо справляемся. Да что с кимпатом, блин? Нас было намного больше, но... Сама знаешь, как бывает. Мне удалось наладить систему, которая неплохо работает. Минутка формальности. Добро пожаловать в интернет для трудных подростков Эриксона. Ха-ха. Вы с пацаном оба подходите под такое описание. Сейчас не так легко выжить, но будучи немного... Трудными... Я не всегда была такой. Я была хорошим ребенком до того, как все это началось. А потом наломала целую кучу кров. Нам всем пришлось быстро... Чего-то там делать, а мелкому, походу, пришлось хуже всех. Он выносит мозг с самого начала. Что, прости? Скажем так, ему не нравится, когда тебя нет рядом. Совсем не нравится. Эй, Марлон! У нас ходячий ворот! Черт, нужно с этим разобраться. Знаю, Вилли, это, скорее всего, две ходячих старых бабки и злая белка. Иди, мы разберемся. Парнишка внутри, кажется, он с Луисом. Луис? Да, просто иди на музыку, не потеряешься. Шевели булками, Вилли, где твое чертово оружие? А это кто? Походу, Клементина ей не нравится. Ну, пойдем искать Луиса. Итак, мы в школе. Фак Эриксон, написано сзади. Идти на музыку. Есть. Стэй стронг. Блин, прикольные надписи там. Забавные. Фак Эриксон. Не особо-то они любят эту школу. Найдите Эй Джи. Так, а где, где тут идти-то куда? Ёлки-палки. Столько всего. Ладно, пойдем погуляем. Пошастаем, посмотрим. Взглянуть на окно. Это место кому-то не очень понравилось. Или очень не понравилось. Или еще что-то. Не успел прочитать. Так, огнетушители, взглянуть на завал. Тут не пройти. Откуда носится музыка? Пойдем искать. Мне кажется, она где-то сверху. Так, что еще интересного здесь есть? Изучить грамоты. Мастер изящных жоп. Мастер больших жоп. Бакалавар права на жопу. Окей. Так, что там еще интересного? Эриксон из стронг. Аутсайд из... Дэс. Прикол. Это, наверное, директор. Ну, Клема оценила. Этого достаточно. Так, здесь интересного ничего нет больше. Трубы какие-то двадашние. Или нет? Нормальные. Так, что у нас тут? Может быть, какая-нибудь еще приколюха? Типа черепа оленя? Ну, пока ничего интересного. А, вот какие-то цветы. Какие красивые. Пусть и не настоящие. Серьезно, забираешь? Наверное, это и есть что-то типа... Достижений. Ненастоящие, зато не завянут. Так, здесь больше ничего интересного нет. Our world now. Что это значит? Я плохо понимаю по-испански. Кто? Маленький ублюдок. Эй, эй! Хорошо, что ты проснулась. Твой малец укусил меня. Ему повезло, что я не дала ему с ноги по башке. Давай так. Ты, наверное, это заслужила. Эйджей хороший мальчик. Ты, наверное, это его спровоцировала. Хлопок по плечу не провокация. Я всего лишь хотела с ним подружиться, а он вон как. А к черту вас обоих. Да и пошла ты, рыжая стерва. Ничего личного, рыжим. Просто она стерва. Так. Наверное, малой здесь. Подожди, малец. Мне кажется, там стоит еще осмотреться. Может быть, что-то интересное наверху есть? Нет. Кажется, музыка доносится с этого этажа. Пока туда не разрешают идти. Значит, идем к ЭйДжею. Эй, малец. Как ты там? Льюис? Там картина. Собака держит... На поводке чувака. Ха-ха-ха. Объединение семей. Ты в порядке. Я боялся ты. Давай щекотнем его, вы же друзья. Я в порядке. А знаешь, кто сейчас появится? Кто? Щекотун. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Но... ЭйДжей, послушай меня. Эта девочка сказала, что ты ее укусил. Это правда? Отвечай. Мне жаль, что она тебя напугала. Это очень плохо. Это очень плохо. Нельзя так поступать, дружок. Эти люди помогли нам. Я не хотела. Она подкрылась ко мне. Все же, никаких больше укусов. Никаких больше укусов. Ты живой. Ты жива? Это хорошо. Приглядел тут за твоим малышом. Меня зовут ЭйДжей. Извините. Я тут приглядел за ЭйДжеем. Ладно, спасибо. Большое спасибо. Да без проблем. В смысле, проблемы были. Он не подарок. Да ладно, что ты ее оскорбляешь? Но я еще легко отделался по сравнению с Руби. ЭйДжей не нравится, когда к нему подходят со спины. Никогда так не делай. Хе-хе-хе. Понял тебя, дружок. Счастье, мне удалось успокоить его своей очаровательной музыкой. Крутой пацан. Че сказать. Шарит? Я Луис. Я Луис. Клементина. Местный Растафарай. Ах да, совсем забыл. Марлон оставил тут где-то твою сумку. Не волнуйся, я поищу. Че искать, он показал на нее. Блин, они какие-то... нормальные. Не знаю. Внушают доверие. Нож на месте. Монтировка. Игрушка. Кипарик. Это самое главное. Он знает, что такое? Он грязный. Почистите его. Может быть, позже полезай обратно. Там ему самое место. Черт, добро, это не кончится. Он правда выряжен? О, хорошо. Он стреляет лучше тебя. Играя стреляет лучше тебя. Эй. Эй. Что же вы определенно стоите друг друга? Конечно. А ты че, на расслабончике? Ты больше ничего? Ну, есть одна песня. Но ты вооружена. О, моя дарлення. О, моя дарлення. О, моя дарлення, Клементин. Ты потерял и умерла forever. Я промолчу. Эй. Я не имел ввиду, что ей понравится. Ладно, пора заткнуть его. Он тратит наше время. Все, все, прекращай. Луис. Что думаешь, Эй Джей? Херня болотная. Не знаю, оно шумит. Шумить это плохо. Не всегда. Нажми-ка на эту клавишу. Ну, а что в этом плохого? Пускай попробует. Давай, Эй Джей, жми. Малец совсем не знает старого мира. Пускай. Хоть чуть-чуть. Что-то попробует оттуда. А теперь нажми эту. И эту. И эту. Хорош. Да, у тебя талант. Эй. Эй. Ты не видел Рози? Нет. Черт. У нас тут небольшая проблема. Неприятно тебя просить. Ты же только очухалась, но нам бы пригодилась твоя помощь. Готова завалить несколько мертвецов? Конечно. Твоя помощь тоже пригодится, Луис. Собирайся. Ладно. А кто такая Рози? Или Роис? Рузи? Кто там был? Я не помню. Это рыжая, которая? Сейчас, наверное, какая-нибудь фигня случится. Рози, где она, чтобы ее? Ты ей оружие вернул? Хорошо. Хорошо. Оно тебе понадобится, если ты с нами. У нас там отряд охотников застрял, не может вернуться. Им нужна помощь. Многовато мертвяков стало в последнее время. Кого-то что-то привлекло их внимание. Даже не знаю, взрыв, может, или авария какая-нибудь. Хе-хе-хе. Что? Просто сказать. У меня должно быть какая-то объяснение. У меня, извините, я не думала, что это будет. Все так сложится. Мне жаль, если из-за вас... Из-за нас у вас возникли проблемы. Привет, Клементина. Я Вайлет. Рады знакомству. Хе-хе-хе. Ты все слышала. Так, с мальчики и девочки. Гости на подходе. Ну, давай. Будь осторожна там. Ты кого учишь, пацан? Не обращай внимания на Вайлет. Вы поладите, обещаю. Ни хера себе. О, это? Это ножка стула. Я зову ее агент стульей. Нехило. Так, у нас есть лучник. У нас есть танк. Клем, возьми меня. Ты должен меня прикрывать здесь. Если что-нибудь увидишь, позови. Ладно? Ладно. Увидимся на той стороне. Ну, погнали. Нифига там ловушки развешаны. Смотри-ка. Так, с топором. С мальчиком. С дубинкой. С луком. А я с ножом. Клем, монстр! Да, я их ушатаю. Смотри. И учись. Давай. Б. Игрик. Следующий. Давай, 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 давай. Б. Давай, Игрик. А если сразу попробовать Игрик нажать? Ну, нужно и пиздящнее, конечно. Смотри, учись. Эй, сюда, за мной. Ты там ловушки, что ли, своей? Охренеть. Вот так у нас расправляются с ходячими. Тут целая куча ловушек для этих додиков. Они все отмечены, так что смотри в оба. Да не буду я ловушками пользоваться. Как-то это... Ну и ладно. Это весело. Хотя я мог бы сам их перерубить всех. Эй, он слишком близко. Черт. Не успел. Рубай его. Молодец. Следующий. Тебя тоже. Б. Игрик. Давай, я должен успеть перерезать в веревку. Давай, 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 давай. Быстрей, быстрей. Блин, не успел. Придется так по старинке. Молодец. Кажется, все живы-здоровы. Пошли встретим их на полпути. А напрямую им нельзя пробежать. Да елки, геймпад надоел уже. Так, они подходят. Режем веревку. Ух ты, какая ловушка. Это мне понравилось. Так, а где еще? Я чувствую, кто-то сзади подходит. Нет? Так, ломаем ногу. И в башку. Следующий. По ноге. И по башке. Попробуем тебе сразу игроком. А, слушай, можно и не ломать ногу. Можно сразу в ночь убить. Эй, сюда! Как раз вовремя. Еще чуть, и они бы нас задавили. Серьезно, откуда все эти ходячие подваливаются? Вернемся за ворота, там поговорим. Следите, чтобы одиночек не пропустить. Так, я слежу. Что, не нравится тебе Клементинка, да? Знаешь, ты ничего так, с учетом обстоятельств и всего прочего. Спасибо. Спасибо. Добьем этих ребят. Не хватало еще, чтобы они других ходячих в школе подманили. Блин, чую какой-то подвох. Что-то может случиться. Не знаю, что. Икс? Красавчик. Дерьмо собачье. Сзади, сзади парень. Ненавижу это. Честно, думаю, что за... А-а-а! Блин, пацан, ну вот что ты... Не следишь никогда. Красава. Тихо, 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 тихо. Так. Давай, Клемент, исправишься. Собакин? Ух ты. Собакин это круто. Охренеть. Вот это псинка. А ты еще чей? Девочка. Хорошая девочка, говорит. Я смотрю, вы с Розей друг другу понравились. Это Розе? Был у меня случай с собакой. Что, Розе может тебе помочь? Хера себе девочка. Она же такая ласковая. В смысле, как-то не рвет на куски ходячих. Этот ходячий выскочил словно ниоткуда. Ладно, повеселились и будет. Айда внутрь, я, блин, с голоду подыхаю. Пацан не должен быть благодарен. Блин, хорошая псина. Ну что, как прогулялись? А ты, блин, как думаешь? А, Сим? Повежливый. В безопасной зоне почти ничего не осталось. Придется уходить дальше, чтобы добыть еды и на зиму. Позже обсудим. Какого хрена это нужно обдарить прямо сейчас? Позже, твою мать. Вижу, ты еще жива. Он похож на этого Люсио из Савер-Водча. Как себе, Ви? На четверку с плюсом, может, можешь лучше. Фак оф. Ну тогда с минусом. Так, а что Клем? Твердая пятерочка, с плюсом даже. Это подсирало, а? Она же обидится. Не завидуй, Ви. Ладно, давай ей лайк поставим. Отлично сработало, Вайолетт. Пять с плюсом. Знаю. У вас обоих, мания величия. Эти пацаны слишком много себе позволяют, эта девчонка сама по себе, так что я ее поддержу. И он того пацана поддержил, которого спас. Да заколебал. С моим геймпадом определенно что-то не так. Ну что ты грустишь, Эйджей? Скоро и ты подрастешь. Что такое? Они неплохо справились. С монстрами. Ладно, ну вот. И да, уже... Ха-ха-ха, почти. Красавчик, Эйджей. Красава. Не подходи к нему со спины, парень. Ну и удары у пацана. Да, к нему не стоит подходить сзади. У него с этим связаны воспоминания. Болезненные воспоминания. Не, красава, Эйджей, молодец. Слушай, нельзя просто так бить людей по... Ну ты поняла. И потом спокойно сидеть с ними за одним столом. Ну ладно, ему стыдно. Че ты... Я с ним поговорю. Ты сам, блин, нарвался, придурок. Привет. На что ты смотришь? Что эта птица делает? Угадость. Пусть прекратит. Это падальщики. Это птица-ворона. В школе нас учили, что вороны падальщики. Можешь выговорить? Падальщики. Падальщики. Скавенджеры. Скавенджеры. Что это значит? Это значит, что они не охотятся, как мы. Они просто едят мертвичину. Говорит, гадость. О, да. Я не хотел его убить. Я не знал, что это Марвин. Да ты все правильно сделал, малой Марлон. Хорошо. Эйджей, он тебя точно простит. Нужно с ним поговорить. Сними. Но... Но кажется, я им не нравлюсь. Вот просто уверен. Они не знают. Давай так. Они просто тебя не знают. Эйджей, ты для них новичок. Когда они тебя узнают получше, то полюбят, как и я. Ну, не знаю. Марлин очень разозлился. Да не разозлился, он не понял ничего. А девочка, которую я укусил, наорала на меня. Я их боюсь. Эйджей, послушай. Все последние дни мы ничего не ели. Мушины больше нет. За стенами ничего хорошего нас не ждет. Одни ходячие. Ты в самом деле хочешь туда вернуться? Нет. Поэтому нам нужно извиниться перед Марлоном. Прямо сейчас? Ну, мы можем подготовиться. Давай, первое, поговорим с другими ребятами. Прикол. Помогите Эйджейу завести друзей. Да ну серьезно, мы сейчас будем гулять и общаться? Так, ну у меня определенно уже пару никидонов есть. Из ребят. Вайолет. В принципе, они уже дружатся. Тот пацан, которого я спас. Кто еще там? Ну, Марлон нормальный тип. Луис. И взглянуть на двери подвала. Закрыто на двери два. Интересно, что там внизу? Надо бы познакомиться с кем-нибудь до обеда. Согласен. Поэтому давай быстро осмотрим все, что здесь есть, и пойдем знакомиться с ребятами. Так, здесь, по-моему, ничего интересного больше нету. Или есть. Изучить ворота. Чтобы снести эту баррикаду, потребуется целая армия. Что ж, безопасность прежде всего. Блин, неплохая такая школа. New school, old school. Так, это у нас что? Сторожевая башня? Оттуда можно смотреть за стену. Умно. Не, кстати, ребята умные. Сколько они выживали здесь. Интересно, а были среди них? Возрослые? Наверное, нет. Ну, красавчики. Так, это толстая овца. Мне не нравится. Но придется с ней знакомиться. Вон девочка, которую я укусил. Да. Хочешь с ней поговорить? В смысле, извиниться перед ней? Да. Но мне она тоже не нравится, но... Она страшная, и кажется, будто она вечно злится. Ты справишься. Ты справишься. Нужно лишь... Да скажи ей правду. Скажи, что ты испугался. Из-за моих проблем? Да. Тут еще остыдиться. Просто скажи правду. Давай, малец. Я в тебя верю. Собрался? Собрался и пошел. Давай. Да. Мне жаль, что я тебя укусил. Я порой кусаюсь, когда мне страшно. Но я не хотел. Я просто испугался, и мне жаль. Я надеюсь, что палец в порядке. Сори, и я надеюсь, что ты палец в порядке. Ну все, ты выложился. Ой, малец, все нормально. Мы все бываем не в себе, когда боимся. Ну все, ты нашел себе подружку. Спасибо за честность и извинения. Труби приняла извинения. Ну, красавчик. Она не такая уж и плохая. Ну, изначально показалась тервозиной. Чё, погреться хочешь? Ну, погрейся. Я пока поищу что-нибудь интересное. Там, здесь больше ничего интересного нет. Там кто-то стоит. Так, Льюис и тот типок. Взглянуть на флагштоп. Не думаю, что кто-то станет отдавать ему честь. Так, там сидит у нас Марлон или какого там? Еще кто-то непонятный. И кого-то я еще здесь видел. А вот еще кто-то сидит. Вайлет, по-моему. И тот пацан с луком. Или это не Вайлет? Короче, непонятно. Пойдем, подойдем. Покурить с Мич и Вилли. Блин, а кто это? Я не знаю. Мич, это, по-моему, зубастик, который пялился молча. Привет, новенькая. Я оружие вырезаю. Ага, я вижу. Здорово выходит. Ха, нравится тебе, малой? Хочешь увидеть кое-что крутое? Хочу. Вот так надо надирать жопу всяким монстрам. Красавчик, че. Как грубо. Сорян. Ха-ха. 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 Так, с этой стороны мы разобрались, кроме вот этих двух, которые варят похлебку. С ними мы поговорим в конце. Потому что, наверное, на них будет обед начинаться. Цветочки еще не нашел. Думаю, они будут неплохо смотреться где. Почему ты так быстро говоришь? Мы подобрали живые цветы. Маленькая жизнь. Так, кто у нас остался? Эти ребята еще. Вот там проход. Давай-ка здесь посмотрим. Здесь, по-моему, больше ничего интересного нет. С вами надо поговорить. Опа, а ты кто? А, его я спас, по-моему, оно. А, Асим. Странное имя. Хеллоу. А, это вы двое. Привет, Комитина. Правильно. Верно, а ты Асим. Что пишешь? Отписываю сегодняшние события, веду хронику. Это что-то типа дневника? Скорее, учебника истории, те, кто не учатся на своих ошибках и все такое. Ты вздорово разозлился на баронах. Он постоянно сокращает бесплатную зону. Но у нас остается все меньше мест для охоты. А это значит, что у нас остается все меньше еды. Новенькая взяла, помогла охотничьему отряду вернуться. Она взял просто без вброса. Красава. Это не твой дневник, малец. Отдай. Он тут просто лежал. И? И то, что он тут просто лежал. Отдай. Это грубо. Красиво. Здесь я только этому журналу могу доверить сокровенные мысли. Хочу закончить сегодняшнюю... Что-то там добром. Так что не хочу показаться грубым, но... Пока. Ты бы хоть спасибо сказал. Тебя спасли, урод. Ладно, он мне больше не друг. Эта толстушка нормальная. Рыжая. Кто еще? А больше никого пока. Больше ни с кем толком не общался. Смотри-ка, там еще кто-то сидит. Так, погодите-ка. Посмотрим здесь. Может быть, что-то интересное найдем. Открыть дверь. Заберто. Окей. Давайте с вами поговорим. Блин, собака, конечно, крутая. Поговорить с Марлан и друг. Так, иначе там Вайлет. Я думал, это Вайлет сидит. Что такое? Я не готов. Не yet. Еще нет. Окей. Окей. Поговорим еще с кем-нибудь другим. Ну что ты, малой? Ладно, пойдем пообщаемся с Вайлет. Потом пойдем пообщаемся с тем, кто еду готовит. Что такое? Мне показалось, кто-то стреляет. А это что-то скрипит. Так. Здесь, походу, местное кладбище. Привет, ребята. Это тот парень обожженный. Даже не думай, Дэн. Я слышал, вы встретились в какой-то там ситуации. Я не виноват. Ладно, прости. Я прошу прощения, правда. Прости меня тоже. Что это? Наше кладбище. Вы все еще копаете могилы? Типа того. А кто здесь лежит? На самом деле, никто бы тут зарыли вещи сестер Тэна, Минни и Софи. Потеряли их примерно год назад. У меня цветы есть. Дань памяти. Нам тоже так сделать? Может. Я никогда не видел, как они... Как это делают. Ладно, давай, согласен. Да, я думаю, это очень хороший жест, Эйджей. Давай. Так я же цветочки как раз нашел. А, она ему еще и отдаст цветочки. Ну вот, эти ребята подружились. Спасибо. Так, пока все проходит гладко. Пока мы со всеми дружимся. Ну, сирень немножко затягивается. Да? Клем, да? Я готов. К разговору с Марлоном. Хорошо. Так, с кем сначала поговорить? С Льюисом или с Марлином? Блин, даже не знаю. Просто я боюсь, что если мы поговорим с ними, он начнет обедать. Не знаю. Вроде нет. Тут есть такая фишка. Я пропустил в прошлый раз. Если кружок просто горит белым с черным кругом, значит, это ничего не значит. Как бы это ни звучало. А если кружок обведен красным, значит, он... Короче, за ним будет действовать событие. Поэтому давайте поговорим с ними. Привет. Клем, Ай-Джей, это Амар. Ай-Джей, это Амар, пардон. Шеф Амар, повар. Шеф-повар. Привет. И сразу... Нет, еще не готово. Амар у нас перфекционист. Малейшая неточность рецепта, и он хандрит целую неделю. Есть жратва, а есть нормальная еда. Все разницы в затраченном времени и терпении. Когда будет готово, я вам скажу. Спасибо, Льюис. Нам бы хоть подружились для начала. Ладно, потом поговорим. Пойдем. Пойдем поговорим с этими двумя типами. Да ладно, заехали один раз с локтя. Ну что ты? Клементина, верно? Я Броди. Он славный паренек. По-моему, полагаю, он совсем другой. Он Гудбой. Мне просто везет. А он одаренный. Одаренный? Такие редко встречаются. Ну давай. Твой выход. Прости, что ударил тебя, правда. Пожалуйста, мы можем остаться здесь и пойти поужинать, а не идти в лес обратно к монстрам. Не переживай, Малец. Я прощу тебя, если научишь меня так бить. Ты прям настоящий тяжеловес. Ну вот, а ты боялся. Клем, Эй, Джей, жаркое готово. Ну что, пойдем хавать? Так или иначе, но вы, ребята... Да почему так быстро? Я не успеваю прочитать. Так, в принципе, я с компашкой с их более-менее познакомился. Кое-кто мне уже более-менее нравится, кое-кто мне не особо нравится. Дамы и господа, кушать подано. Но пока они все дружелюбные. Спасибо. Ух, я не помню, когда у нас последний раз был горячий обед. Просто сказка. Бедолага совсем проголодался. Эй, свинота! Хватит! Не, не буду я рогать. Прожевывать. Эй, Джей, не торопись так, а то подапишься. Где твои манеры? Гибель цивилизации еще не повод просто вести себя за столом. Ну что ж, доброй ночи. Давай. Блин, все что ли? Клем. Прости, дружище. Вылина, они дали столько, сколько могли. Эй, Джей, внимание! Я наелся, малыш, можешь доесть. Ты уверен? Да это же с доброй волей. Мне кажется, ты ему понравилась. И он пытается через мальца к тебе подкатить. Что теперь? Сейчас расскажу. Надвигается нечто очень важное. Да ладно? Боже, спокойной ночи. Вы еще и в карты играете. Ха-ха. Так что за игра у нас сегодня, Лу? Пьяница? Давнейшая игра в мире, игра, на которую... Который будет старым лад, единственная стойная игра. Окей, будет весело. Отличная идея. Как это делается? Все просто. Каждый получает стопку карты, переворачивает по одной. У кого карта старше, тот и победил. Победитель получает право задать вопрос Клем. Это не честно. Что? Я хочу побольше узнать о тебе. Мы все хотим. А что если выиграю я? Тогда ты задаешь нам вопрос. Все честно. Что, пастуше с Эйджием? В смысле что? Кажется, у него появился друг. Ну, наверное, будет интересно. Пока мы играем в карты, можешь расслабиться. Спорю, вам обоим не помешают чуть-чуть отдать друг от друга. Он никогда еще не встречал ровесников. Ему пришлось срочно взрослеть, так что детство он толком и не видел. Приятно увидеть, что может побыть ребенком. Луис. Луис, начнешь? Что у него там? Валет? А у меня? Да ладно. Да, Валет же побеждает. Правильно? Ура мне. А Эйджи? Че? Где его родители? Вы не похожи на родственников. Что случилось? Да, давай прямо, они погибли. Они вертые. Они были хорошими людьми. По большей части. И это значит. Он хороший парень. По большей части. Зря ты задала этот вопрос, Валет. Надеюсь, тебе немножко стыдно стало. Что, Валет, теперь у тебя? Эй, я выиграла. Эй, ты делаешь. Так и есть. Ну, что хочешь узнать? Ну, давайте что-нибудь типа... Самое отвратное, что вы съели. Назовите худшее, что вам пришлось съесть. А тут я сходу. Лошадиные блажные яблоки. Слизняки. Шучу, он сказал. Канталупу? Что это? Я однажды съела чью-то ногу. Шучу. Правда? В каждой шутке есть доля шутки. Вот так вот. Че, победил? Нифига, у Крема глаза троят. Она его напугала. Ха-ха. Ну, у тебя, ну, у тебя был парень? Я же говорю, он подкатывает. О, боже мой. Что такое случается? Самый обычный вопрос. Может, спросить, была ли у меня девушка? Я не знаю, по-моему. Давай, был один парень. Там же кто-то ухаживал за ней. Был один парень. И... Мы с ним были друзьями. Час, всего лишь друзьями. И все? Давай так, всего лишь друзьями. Да, друзьями, всего лишь друзьями. Ну ладно. Это на протоколе типа же. Я выиграл. Эээ, Клем? Не верю, что ты была одна все это время. Кто тебе заботился? Ага, нюхач. Все ты вынюхиваешь. Эээ, давай вспомним про Ли. Про Ли был первым, кто научил меня выживать. Чему ты тебя научил? Много чему. А чему самому важному? Волосы причесывать. Ха-ха. Он научил меня стрелять, это неважно, его больше нет. Он научил меня прощаться. Ну, пусть так, что он научил стрелять. Полезный навык. А я научила этому. Эй-Джи. Блин, жалко вспоминать эту историю. Я снова выиграла. Все верно, спрашивай. И кого бы спросить? Блин, все сводится к тем же самым вопросам. А встречали знаменитостей? Нет. Жаль, ведь казалось, какая-нибудь кинозвезда или типа того, должна была где-нибудь объявиться. У них миллионы долларов, они, небось, живут в каком-нибудь бункере с дворецкими водяными кроватями. Ага, наверное. Я знал о парнях, который играл в бейсбол, ну, за деньги. Круто. Я когда-то любил бейсбол, он хорошо играл. Не знаю, мы так и не способились сыграть. Но с битой он обращался умело. Бейсбол отстой. Сама-то отстой. Ну, не такой, как бейсбол. Кто следующий задает вопрос? Двоечка. Вайлет. Победа за Вайлет. Вот вопрос, который я люблю задавать в компаниях. Ну? Кто из нас четверых, по-твоему, побрет раньше всех? Это грубый и провокационный вопрос. Ну, я знаю. Кто из вас, но не я. Так, я уверен. Я умею выживать. Так и мы. Ну, а ты не задавай таких вопросов. Я лучший картежник всех временных народов. Задавай уже свой вопрос. Ты чё так бесишься? Ты когда-нибудь... Нет, забей. Что спрашивай? Это вопрос не из приятных. Спрашивай. Ты когда-нибудь убивала? Кто был тебе дорог? Луис. Эй! Она сама предложила обратиться. Обратиться. Я позволила ли обратиться? Примерно once. Ли. Его звали Ли. Но больше ведь никого не убивало, по-моему. Он умирал. Я позволила ему обратиться в ходячего. Они это запомнят. Оу. Оу, понял. Да нахрена вы такие вопросы задаете, глупые? Я знаю, что это что-то там плохо, наверное. Ха. Не успел прочитать. Думаешь, меня довольны играть на сегодня. Да, пожалуй, так будет лучше. Могли бы что-нибудь... По-типичнее поспрашивать. Пошли, Эй Джей. Пора дрыхнуть. Эй, мне пора уже серию заганчивать. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи, Эй Джей. Длинный денёк, да? Да, очень. Я надеюсь, ты понимаешь, что Луис не хотел тебя обидеть. Он просто величайший в мире кретин. Он мой лучший друг, поэтому я имею право его так называть. Друзья, отдохните, поспите, почувствуйте себя людьми. Найди меня, как проснётесь. Обсудим вариант долгосрочного чего-то. Мы можем остаться. Можем поговорить, если хочешь. Малец, доволен. Ладно, вы не такие уж и плохие. Наверное, мне придётся довести эту серию. Вернее, эпизод до конца в этой серии. Потому что наверняка осталось совсем немного времени до конца. Первого эпизода. А кто выглядит достаточно надёжным? Это так. Ну что, тебе нравится? Да, ему нравится. Ты можешь порисовать, смотри. В этой коробке столько цветов. Похоже, здесь жил художник. Художник? Кто это? Это тот, кто много рисует, пишет картины. Как Тен, да? Да. Как Тен? Мне тоже нравится рисовать. Ну вот, ты нашёл себе занятие. Кто это? Вайлет? Ой, блин, не знала, что Марлон определил вас сюда. Эй, хотела взять кое-что из шкафчика. Ага, это твоё. Что? Вот это я искала вещь Софии. Кто такая София? Эй, сестра Тена. Он просил ещё принадлежности для рисования. Я хотела... Блин, ну это... Сейчас мне дадут выбор. Нет-нет, всё в порядке, не беспокойтесь. На самом деле, эта коробка собиралась пыль целый год. Если Эйджей хочет поиграть с ними, то пусть играет. Что скажешь, малой? Оставь себе, если хочешь. Всё в порядке, она говорит, можешь оставить себе. А там ты решишь. Окей. Ага, как вижу, ты обустраиваешься. Да-га, кепку положил и рюкзак. Да, ты не против? Не против, конечно, не против. Эта комната мне всегда нравилась. У Софи на стенах были картины и всё такое красочно так. И Минерва. Она музыкальная, очень музыкальная. Не как Луис, конечно, но у неё настоящий талант. У неё был прекрасный голос, самое то для блюза. Марлон всегда шутил, что найдёт гитару, и они вдвоём будут давать туры по стране. Это было так давно. Блин, нас сейчас завязывают с ней. Когда они потом Броди и Тен сняли все квартиры, эта магия закончила. И магия закончилась. Не стоило рассказывать, воспоминания не из приятных. Вот те, кто больше всего разговаривают, они быстрее всего погибают. Не возражаешь против нашего присутствия? Не против, что мы остановились тут, в их комнате? Нет, я не против. Ну да. Я же... Я даже рада, на самом деле. Хорошо, что в ней живут. Как бы пустовала, да пульс собирала. Так что с ними случилось, с Софией и Минервой? Они отправились за припасами с Марлоном и Броди, за пределы безопасной зоны, и не вернулись. Бывает. Бывает. Действительно. Честно говоря, мне тут особо не с кем поговорить. Многовато тут парней, такая обстановка мне не слишком по душе. Но на самом-то деле, я там ни одной девчонки больше не видел. Ну, я не особо приветливая, понимаешь? Я знаю, что иногда веду себя излишне грубо. Ну, Клема такая же. Да, я тоже. Мне редко удается произвести приятные отношения при первой встрече. О, понимаю. Смотри, Клем, я теперь художник. Неплохо, малыш. Что он там нарисовал? Мне пора возвращаться. Радуйся краскам, дружок. Да ладно, это же не плохо, что мы оставили. Краски себе. Все, Эльвен Джиньор, пора в кроватку. Хорошо, вот. Это что мы? Это для меня. Для стены украсим наш новый дом. Рисунок AJ. Классная идея, AJ. Повесить рисунок AJ. Либо... Либо повесить рисунок AJ. Может, повесим здесь? С помощью коллекционируемых предметов, которые вы находите в игровом мире, можно обставить свою комнату. Ага, значит, мы здесь... Закрепились. AJ. Ха-ха, нифига себе, он не привык спать. На кровати. Эй, ты что там делаешь? Я тут спать буду. Чего? Так не пойдет. Тут внизу безопасно. Им до меня не добраться. Давай так. На кровати намного лучше. Эй, Джей. Ты чего? На кровати лучше. Ого, какая уютная кровать. Ха-ха. А дверь? Вдруг кто-нибудь пойдет? Вдруг они попробуют нас обидеть? Или украсть наши вещи? Я буду четко спать. Я буду строжить, а не много спит, другой бдит. Так спать не получится, я пробовал. Здесь меня никто не найдет, а я буду следить и охранять тебя, я защищу нас. Давай, малый, выходи. Да что на тебя нашло? Ну правда что? Выходи. Пожалуйста, Клим. Ну пожалуйста. Внизу не так уж плохо. Я буду в порядке, я promets. Ладно, ладно, если ты прям так хочешь, оставайся там. Главное не простудись. Да, и возьми подушку хотя бы. Дай знать, если замерзнешь. Угу. Хорошо. Спокойной ночи, Эй-Джей. Клим? Клим? Да? Хорошо, что мы больше не спим в машине. Ха. Да, мне тоже. Приятный конец. Если это конец. Спасибо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok